672 тысячи учащихся сели за парты в Краснодарском крае. Для 72 тысяч первоклассников впервые прозвенел школьный звонок. В честь начала учебного года в каждой школе прошли торжественные линейки. В Славянске-на-Кубани День знаний был отмечен долгожданным и радостным событием. Впервые в 21 веке у нас открывалась новая школа. Об этом первый репортаж выпуска. Путешествие в мир знаний у 1240 учащихся новой школы, расположенной в одном из самых красивых мест города, рядом с Северным парком, началось, как и у всех, в День знаний. Это особенный, светлый праздник, потому что именно школа дает всем жизненный старт. Именно за школьной партой юный искатель знаний постигает мир и людей, которые его окружают в жизни. Для 195 первоклассников новой школы этот день наверняка навсегда останется в памяти. В первый класс я иду в школу, мне очень нравится. Я хочу в школе узнать много нового. Я давно хотел пойти в школу. Тут очень хорошо, тут мои друзья. И я буду учиться на Дне пятерки. Я очень рад пойти в школу. Здесь мне очень нравится. Трудно унять свое волнение и родителям первоклассников. Конечно, они немного переживают, каким будет дорога знаний для их детей, но преобладают надежды на хорошее. Впечатлений много, они необычные для меня, так как первый ребенок идет в первый класс. Я очень рада, что он идет в эту школу. Очень благодарна, что в нашем городе построили такую школу с такими возможностями, которые откроют, надеюсь, для моего ребенка дорогу в будущее. Надеюсь на все лучшее, что будет проносить пятерки, радовать маму. И для учителей, пусть даже и опытных, День знаний всегда наполнен особым смыслом. Тем более, когда входишь в новый класс новой школы. Мы очень счастливы, рады оказаться в такой новой красивой школе. Школа у нас действительно замечательная, современная. Конечно, мы все волнуемся немножко, потому что мы в своем роде первооткрыватели, можно так сказать. Ну, волнение приятное, радостное, нетревожное. Ученики, педагоги и родители на праздничной линейке в школьном дворе. Празднование первого звонка и дня рождения новой школы собрало многих, кто причастен к строительству этого замечательного здания. Глава Славянского района Роман Сенеговский отметил, что все от управленцев до строителей очень хотели, чтобы учащиеся получили возможности для получения современного образования. Дорогие дети, вы сегодня гордитесь тем, что вы первые ученики этой школы. Я хотел бы, чтобы через годы мы гордились, что вы лучшие ученики этой школы. И у вас все для этого есть. Я хотел бы, чтобы вы были открыты для новых познаний, для побед, для творчества и для решения всех задач в отрасли образования и в целом по жизни. Я желаю всем мира, добра, благополучия, всего самого доброго, в добрый путь, дорогие друзья. Директор школы сердечно поблагодарила руководство района, края, строителей, словом всех, без кого мечта о новой школе не притворилась бы в жизни. Мы от всей души, от всех учеников, от всего коллектива, я хочу вам сказать огромное спасибо за это прекрасное здание. Дорогие ребята, вы должны помнить, что открытие новой школы является знаковым событием в жизни нашего города. Мы верим, что каждый из вас будет ценить труд людей, которые трудились на строительстве школы. Вы должны вырасти достойными гражданами нашей Родины. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский прекрасно знает, чем живет образование Славянского района и уверен, что новая школа даст хороший импульс для развития. Это, конечно, возможности местной власти, которые подготовили качественную документацию, обосновали проект и вошли в программу строительства. 44 у нас муниципальных образований, но не всюду открываются школы. Поэтому я сегодня персонально хотел, чтобы мы громкие аплодисменты поблагодарили главу администрации Славянского района, Романа Ивановича Синяковского, его команду за эту школу. Но, дорогие мои, школа – это не только уютное, комфортное здание, это не только современное оборудование. Школа – это коллектив. Красно-сине-белые полотнища, символизирующие флаг России, причудливо переплетались в театрализованном представлении, которым ученики порадовали всех собравшихся. Первоклассники, которые сделают свои первые шаги в школьной жизни, с воодушевлением читали стихи о том, как они рады новой школе и началу учебы. Я скажу вам по секрету, много в мире разных школ, но я рад, что в эту школу обучаться я пришел. Нас встречают в новой школе, все здесь к празднику готово, рады дети и родители, такого мы нигде не видели. И вот наступает, пожалуй, самый торжественный момент праздника. Перерезается красная лента. Завершен большой путь к открытию современнейшей школы. И в этот момент трудно скрыть самые радостные чувства. Затем символический ключ от нового школьного здания глава Славянского района передает директору школы. Это еще один незабываемый момент торжества. И, наконец, звучит он долгожданный, звонкий и переливчатый первый звонок. Все взгляды обращены на десятиклассника и первоклассницу, которые горды тем, что им доверили выполнить такую важную миссию звоном бронзового колокольчика возвестить о начале учебного года в новой, только что открытой школе. Итак, открытый дверь в мир знаний для всех учеников школы. И все же, наверное, главные герои праздника – самые юные первоклассники. Они уже хорошо чувствуют, какие огромные перемены произошли в их жизни. Они стали настоящими учениками. И это очень важная и ответственная задача. Как губка впитывать информацию, с широко открытыми глазами воспринимать новое и находить свои дороги в удивительном мире знаний. И на самом первом уроке ребятам скажут самое главное – как нам всем необходимо любить свою большую и малую родину и беречь ее, заботиться о ее процветании. Все учащиеся новой школы очень рады, что получили возможность получать здесь такие нужные им знания и умения. Школа мне очень понравилась, так как в ней есть и условия заниматься моими любимыми предметами. Сюда пришло много моих друзей из школы. И на самом деле школа тоже очень красивая. Я очень рад, что я пришел в эту новую школу. Я хочу получить хорошее образование, чтобы поступить в институт и продолжить свою карьеру в жизни. И вот школа наполнилась нарядными учениками и учителями, которые готовы открыть новый мир для школьников. 55 первоклассных учебных кабинетов, актовый зал на 400 мест и столовая на 425 мест. Отличные спортзалы и площадки, библиотека – все это построено для юных славянцев. Проводили ряд совещаний, ряд встреч, ряд планерок. И все-таки это действительно яркое событие, оно состоялось. Спасибо строителям. Школа получилась, я считаю, комфортная, красивая. Здесь действительно созданы самые современные, самые комфортные условия для учебы, для занятий творчеством, спортом. Поэтому надеюсь, что и дальше у нас получится создать вот такой комфорт, такую среду для того, чтобы здесь действительно были результаты. Директор школы считает, что есть реальные перспективы ее развития в лингвистическом направлении. У нас есть педагоги английского, немецкого, французского и китайского языка. Я думаю, что это направление мы будем развивать, и в будущем будем как лингвистическая школа работать. У нас в школе есть очень много, кроме учебных кабинетов, у нас есть очень много, большая возможность будет у детей заниматься дополнительным образованием. Это и театральная студия, и танцевальная, и вокальная. И также у нас есть своя видеостудия, свой издательский центр. То есть дети будут реализовывать себя в разных направлениях. В День Знаний здесь произошло еще одно запоминающееся событие. Была заложена Аллея Славы, посвященная предстоящему 2020 году, объявленному Годом Памяти и Славы. Впереди будет еще немало мероприятий, посвященных грядущему 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И эта Аллея Славы будет пополняться и благоустраиваться. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».